Лазарь Иосифович Лагин, советский писатель и поэт, ведущий представитель советской сатирической и детской литературы, псевдоним Лагин, сокращение от Лазарь Гинзбург, имени и фамилии писателя, биография, детства и юности Лай Гинзбург, родился 21 ноября 1903 года в Витебске, в еврейской семье, был первым из пятерых детей Иосифа Фавелевича Гинзбурга и Ханны Лазаревны, отец работал платагоном. На следующий год, скопив денег, семья переехала в Минск, где отец открыл скобиную лавку. В 1919 году 15-летний Лазарь закончил среднюю школу в Минске и получил аттестат зрелости. После окончания школы в том же году отправился добровольцем на гражданскую войну. Занимался организацией комсомола в Белоруссии, был одним из его руководителей, член РКП с 1920 года. В 1922 году начал печататься на страницах газет со стихами и заметками. О тех первых стихотворных пробах Лазарь Иосифович иронически написал в предисловии к одной из своих книг. Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой. Я вовремя и навеки перестал писать стихи. В 1924 встретил в Ростове-на-Дону В.В. Маяковского и показал ему свои стихи. Маяковский стихи похвалил, а позже, будучи в Москве, при встречах осведомлялся, почему Лазарь не несет ему новых своих стихов. В 1923 году учился на отделении вокала Минской консерватории, однако оставил учебу из-за отсутствия интереса к теории музыки. Член Сибирского революционного комитета в Москве, переехав в Москву в 1924 году, посещал литературную студию В.Е. Брюсова. Начал цикл «Обидные сказки». В 1925 году окончил отделение политэкономии Института народного хозяйства имени К. Маркса в Москве, после чего служил в Красной армии, затем снова в Москве. В 1930 году Лазарь работал в газете «За индустриализацию», а его отец стал самым грамотным наборщиком «Известий». В 1930-1933 году учился в Институте «Красной профессуры», в аспирантуре готовил к защите диссертацию. Из Института Лагина отозван на работу в газету «Правда», работал в журнале «Крокодил» с 1934 года заместителем главного редактора. В 1936 году вступил в Союз писателей СССР. В конце 1930-х годов Лазарь Иосифович находится в длительной командировке на острове Шпицберген. Замысел, который родился в этот период, нашел воплощение в повести-сказке «Старик Хатабыч», опубликованной в 1938 году в журнале «Пионер». Повесть вышла отдельной книгой в 1940 году. Следует отличать первую редакцию повести от второй, которая увидела свет в 1955 году и где не только заменены многие эпизоды и персонажи, но и сама книга значительно выросла в объеме. На основании второй редакции Лагин написал одноименный киносценарий «Военные годы». В годы Великой Отечественной войны писатель работал в газете «Красный черноморец» Черноморского флота, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийская войну окончил в Румынии в составе Дунайской флотилии. После военные годы в 1947 году написал на Идише книгу фронтовых заметок «Мои друзья бойцы-черноморцы». В годы борьбы с безродными космополитами принял участие в травле театра Видаил Альтмана. Сохранился мемуар Бенедикта Сарнова об исключении Альтмана из партии, в котором Лазарь Лагин в 1949 году сыграл свою роль. Когда разбиралось персональное дело Альтмана, он клеймился как двурушник и буржуазный националист и обвинялся, в частности, семейственности, в том, что устроил во фронтовую редакцию жену и сына. Альтман пытался оправдаться и его объяснения произвели было впечатление на публику. «Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика, вместе со мной», — сказал Альтман и замолчал. «Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал». И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово, не выкрикнутое даже, а просто произнесенное вслух, не слишком даже громко, но отчетливо, словно бы даже по слогам, не убедительно. Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги «Старик Хатабыч». И она, как говорится, разбила лед молчание. Суд линча продолжился. После военный период Лагин написал ряд заметных для своего времени фантастических произведений. Патентов. Остров разочарования от Авиапроксима. К этой же линии примыкает ранний рассказ «Эликсир сатаны» и повести «Белокурая бестия» и «Съеденный архипелаг». Вошедший в сборник «Съеденный архипелаг» особняком стоит сильная и острая повесть майор Вэлленда твердый знак «Ю». Своеобразное дополнение к «Войне миров» Г. Уэллса, посвященное проблеме коллаборационизма. Последние произведения Лагина. Роман «Голубой человек», молодой герой которого из 1950-х годов случайно совершает путешествие во времени в царскую Россию и там встречается с Лениным. Принимает участие в революционной борьбе. Рассказы писателя немногочисленны. Предвидение будущей войны. Без вести пропавшие образцы сатирических произведений. «Вспышка собственита в агрогородке Егоровке». Поле анализатора Эрвинга Брюса. Ряд рассказов составил сборник «Обидной сказки» Эллы Лагин. Умер 16 июня 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Лазарю Лагину посвящена повесть «В стране вечных каникул» Анатолия Алексина. Награды и премии. Орден Отечественной войны двух степени. Орден Трудового Красного Знамени. Медали. Основные произведения. Книги «Избранная» М. 1975 153 «Самоубийца» М. 1935 Старик Хатабыч. Броненосец Анюта. Броненосец Анюта М. Военец Дат 1946. Броненосец Анюта М. Советский писатель. 1946. Три черноморца. Военморец Дат 1946. Патент Аф. Остров разочарования М. Молодая гвардия. 1951. Старик Хатабыч М. 1952. Остров разочарования. Старик Хатабыч М. Л. 1953. Старик Хатабыч М. 1955. Старик Хатабыч. Патент Аф. Остров разочарования М. 1956. Остров разочарования. Новосибирск. 1958. ОТАВЕ. Проксима. Старик Хатабыч. Ташкент, 1958, Старик Хатабыч М, 1958, Старик Хатабыч М, 1959, Старик Хатабыч, Киев, 1959, Обидные сказки, Патент Аф, Новосибирск, 1959, Старик Хатабыч, Кишинев, 1961, Старик Хатабыч, Патент Аф, Остров Разочарование М, 1961, Старик Хатабыч, Челябинск, 1962, Съеденный архипелаг, Старик Хатабыч М, 1963, Голубой Человек, Голубой Человек, М, Советский писатель, 1969, Старик Хатабыч М, 1970, Голубой Человек, М, Советский писатель, 1972, трагический астероид, М, 1972, Старик Хатабыч М, 1973, Про злую мачеху. М. Правда. 1974. Старик Хатабыч. М. 1976. Голубой человек. М. Советский писатель. 1977. Патент. Аф. М. Советская Россия. 1979. Старик Хатабыч. М. 1979. Жизнь тому назад. Наидише. Москва. Государственное издательство. Деремес. 1947. Сценарий мультфильмов. Жил был Казявин. Про злую мачеху. Происхождение вида. Шпионские страсти. Внимание. Волки. Библиография. Ленобольга. Жанр. Роман. Памфлет. Новый мир. 1957. Номер 3. Глушенко и В. Путешествие через пространство и время. В книге Л. Лагина. Старик Хатабыч. Детские чтения. 2015. Номер 8. С. От 124 до 144. Продолжение следует.